Изначально я не хотел возвращаться к теме значения слова «Украина». Но дело в том, что я часто стал замечать комментарии под моими видео. И в этих комментариях украинцы говорят следующее. Мол слово «краина» переводится как «страна» или «земля». Мол переведите-ка такие слова как «армия Краева», «Краева Рада» и так далее. А кто то пишет, что русские просто не понимают славянские языки. И должен сказать, что меня это немного даже удивило. Поскольку эти комментаторы пытаются доказать смысл значения слова, которого в моих видео попросту нет. Ведь слово «Краина» и слово «Украина» это разные слова. Как минимум есть разница в написании. И как минимум в одну букву. Ведь с таким же успехом можно сказать, что и слово «Окраина» равно слово «Краина». Ну а почему нет? Ведь там тоже разница всего лишь в одну букву. Подобные видео уже есть на канале. Но это видео будет отличаться тем, что я буду использовать в основном источники других стран. В том числе и славянских стран. Даже интересно, что на это возразят те же самые комментаторы. А может быть даже скажут, что остальные славяне тоже не понимают славянские языки. От них даже такое можно вполне ожидать. Более того, я буду использовать их собственные украинские источники и мнения уважаемых на Украине историков. Также послушаем доводы некоторых фальсификаторов истории, которые уже многократно попадались на примитивной лжи. Ну что же, давайте начнем. Сейчас перед вами картинка из предыдущего видео. Автор коротко напомнит, что в журнале Улей от 1811 года Тадеуш Чацкий выдвинул несколько версий происхождения этого слова. Первая версия Тадеуша Чацкого основана на древних упоминаниях народа укров. Тадеуш упоминает, что Украин в польском понимании было несколько. Но написание слова термина Украина звучало как Крайна. То есть в польском понимании с 15 века Украина и Край, то есть Земля, понятия равнозначные. Следующая картинка представляет нам словарь церковнославянского и русского языка, выпущенный в 1847 году. Слово Украи есть то же самое, что слово Украина. Следующее. Украина или Украина – область на краю государства. Теперь давайте мы перейдем к следующей картинке, которая нам говорит о энциклопедии, выпущенной на территории Всероссийской империи в 1867 году. Сопредельное народонаселение, так не любящее поляков, когда им показывают польские карты, любит обращаться вот к этой вот самой энциклопедии, уверяя нас с вами, что поляки точно так же, как и они сами, считают Украиной границей. Итак, мы запоминаем еще одну дату – 1867 год. На следующей картинке мы видим лист из этой самой энциклопедии. Эту энциклопедию, дозволено ее было выпустить цензурой, то есть это не был польский текст польского независимого государства. Следующая картинка, собственно говоря, буква в букву повторяет то, что было написано на 20 лет раньше, и поляков принудили думать точно так же, как думают московиты. Если очень коротко, то информацию о неких древних Украх, даже на Украине, мало кто воспринимает всерьез. А сам же Тадеуш Чацкий так и не смог предоставить никаких достоверных данных о неких древних Украх. Но самое главное, что он пытается сказать, это то, что поляков просто заставили написать в своей энциклопедии о том, что слово «Украина» имеет в своем значении «пограничные окраинные земли». Такие выводы он делает, исходя из того, что Польша в то время входила в состав Российской империи. И для начала, давайте посмотрим, годы когда Польша была в составе России. И мы видим, что Польша входила в состав империи с 1815 года по 1915 год. То есть нам нужно просто узнать, что означало слово «Украина» для поляков до вхождения Польши в состав империи. На самом деле, как я и обещал, я покажу вам не только польские источники, но и источники других стран. В том числе и соседей современной Украины. И начнем мы с поляков, так как именно их данные затронул этот псевдоисторик. Был в 17 веке такой польский историк Самуил Гронский. Родился около 1620 года. Он современник Баплана и непосредственный участник польско-казацких войн против Богдана Хмельницкого. А в 1672 году он издал исторический труд. Он нам интересен только одной записью. Он описывает Украину так, цитирую. Украина по-польски. Это граница, рубеж. Отсюда Украина, как бы область, расположенная у края польского королевства. То есть, если упростить, Украина это окраина. И в данном случае, принадлежит Польша. А описание Баплана, не дает никаких шансов считать, что Украина была, каким-то государством. На самом деле эта цитата, из истории Гронского, достаточно известна. Просто в наше время, время фальсификата. И альтернативной истории, не все верят, что она действительно там есть. А вдруг москальская пропаганда. Так вот, я взял на себя труд, проверить это. И действительно, она там есть. А для желающих, проверить это лично. Ссылка на книгу, будет под видео. Кстати, Самуилу Гронскому, принадлежит еще одна интересная фраза. Цитирую. Те из русского народа, которые не хотели терпеть ярмо, и власть местных панов, уходили в далекие края, к тому времени еще не заселенные, и присваивали себе право на свободу. Да, именно русскими. Он называет тех, кто сейчас себя считает украинцами. Я думаю, уже всем понятно, что никакая царская цензура на Польшу тогда не влияла. Да и страна эта была отдельная от России. Продолжаем. Вы видите словник польского языка, и попрошу обратить внимание на дату выхода этого словаря. Это 1806 год. И в этом словаре, без всякого перевода, видно, что означает слово «украинный». Украинный означает «пограничный». Впрочем, вы можете перевести этот текст с помощью программы Google «Объектив». Хотя там и так все хорошо, понятно. А я напомню, когда Польша входила в состав Российской империи. Польша была в составе России. Начиная с 1815 года. То есть, никакая царская цензура на поляков тогда не влияла. Польша в то время была отдельным и независимым государством. И это мнение было исключительно польским. Следующий источник, британский, год 1810. Вы можете увидеть, частичный перевод, или перевести сами, с помощью гугла. И опять же видим, что Украина, имеет значение пограничных земель. Идем дальше. И снова польский источник, датированный 1809 годом, то есть до вхождения Польши, в состав Российской империи. Тут объясняется, что такое слово «окраина». Тут же можно увидеть, слово «Украина». То есть, для поляков это одно и то же. Есть и перевод. Получился немного смешной. Так как переведен, со старопольского языка. Но в целом, общий смысл, вполне понятен. Украина снова обозначается, как периферия. Или пограничие. В пример даже приведет, немецкий вариант, этого слова. Подчеркнуто синим. А вот еще один, польский источник. И тоже выпущенный, до вхождения Польши, в состав России. Это год 1811. И тут уже объясняется, что означает слово «пограничье». По сути, тут тоже все понятно, без перевода. Но все же, перевод я укажу. И тут мы видим все то же самое. То, что для поляков пограничье, или Украина, это равнозначные понятия. Следующий источник, уже немецкий. Год 1822. Слово «Украина» для немцев того времени означает «приграничные районы». Грензланд, по-немецки, означает «граница». Хотя Google перевел его немного неправильно, как «Гренландия». В целом, общий смысл вполне понятен. Идем дальше. И это уже источник из Чехии. Выпущенный в Праге в 1884 году. И тут, по сути, ничего нового. «Украина» и для чехов означает «пограничья». А ведь и чехи, и поляки, славянские народы. Жду сведомые комментарии, под видео, о том, что они тоже не понимают, славянские языки. Следующий источник из Англии. 1885 год. И снова видим, что Украина, означает «границу». Еще один источник из Лондона. Год 1839. Как видим, ничего не поменялось. А это снова, из Германии. Год 1886. Напомню, кто сомневается в переводе. Можете использовать программу Google Объектив. А вот источник из Венгрии. Венгры, кстати, соседи Украины. Год 1876. И для венгров Украина имеет, в своем значении, слово «пограничья». А вот еще один польский источник, выпущенный, до вхождения Польши, в состав России. Год 1814. И, как мы видим, для поляков, ничего не поменялось. Украина, и там обозначена, как приграничная территория. Еще один, британский источник. Год 1892. Без комментариев. А вот еще, год 1890. Лондон, 1864 год. Еще один, немецкий источник. Год 1869. Вы все видите сами. Ганновер, 1855 год. Тут тоже без комментариев. Энциклопедия Британика. Год 1911. Хочу особо отметить, что все эти данные, были выпущены, до образования такого государства, как Украина. Ну неужели, все это заставили написать, клятые москали. А может быть, они создали машину времени. И подделали книги, почти всех европейских стран. Ну а мы переходим к следующему пациенту. В России распространена идея, и очень давно, и агрессивно насаживалась эта идея, о том, что слово Украина происходит, мол, от слова окраина. Но я вынужден вас разочаровать, что название Украины не происходит. От слова окраина, пограничья, порубежья и так далее. Исходя из тех фактов, которые вы уже видели, ему бы стоило заменить слово «Россия» на слово «Европа». Теперь к источникам. В летописном сообщении 1187 года говорилось, что за Переяславским князем Владимиром Глебевичем, Владимиром Глебевичем, стонала вся Украина. Это одно из княжеств, собственно, Руси. И значительная часть Переяславского княжества находилась дальше от границ Руси. Поэтому слово «Украина» не могло означать окраин княжества. Кроме того, окраиной чего могли быть неоднократно упомянутые в летописях, например, Черниговская Украина, Северская Украина, Новгород-Северская Украина, Киевская Украина тем более. Более того, я вам расскажу, что на территории самой России, Москве тогда, были Украины. Их было достаточно много. И поэтому Украина – это всего-навсего синоним княжества. И вот употребление названия «Украина» в литературе XII-XV веков однозначно свидетельствует о том, что это слово было синонимом княжества, земли. На самом деле, это что-то новенькое. Версию, что слово «Украина» означает то ли страну, то ли землю, мы уже слышали. А вот то, что слово «Украина» означало «княжество». Такого я еще не слышал. Пойдем по порядку. Вот карта тех времен, которая, кстати, присутствует, даже в украинских книжках по истории. И тут мы прекрасно видим, что Переиславское княжество находится на границе с половцами, и даже Киев граничит с ними. И Чернигов, и Новгород-Северский тоже граничит с половцами. Более того, у всех княжеств были свои границы. По отношению к друг другу, поскольку это был период дробления Руси на мелкие государственные княжества. Теперь по поводу Украин на территории России. Украины, конечно, были, но они никогда не имели в своем значении слово «княжество». Эта глупость вообще ни на чем не основана. Да и зачем тогда нужно было слово «княжество»? Почему бы ему не ответить на этот вопрос? Ну давайте допустим, что мы согласились, что слово «Украина» означало «княжество». Но ведь в таком случае, это означает, что это слово, в любом случае, не означало, что был такой народ, как украинцы. А я напомню, что слово «Украина» употреблялось в летописях вплоть до начала 19-го столетия. В том числе и за пределами самой Украины. То есть, получается, до этого времени, это было просто слово. И не означало, какую-либо нацию. Ведь это было просто слово «княжество». Ну а как же тогда быть с древними украинцами? Как ни крути. А вывод получается, один и тот же. Никаких украинцев тогда не было. В Галецко-Волынской летописи о событиях 1213 года говорилось. Даниил же вернулся домой и ехал с братами, приял Берестей и Угровецкий, Верещен, Столб Якомов и всю Украину. То есть, опять-таки, князь, речь идет не об окраине, а обо всем княжестве Забужье с центром в Угровецк. Все эти перечисленные земли находились как раз на границе с Польшей того времени. И у историков в этом нет никаких сомнений. И в этом нет сомнений даже у украинских историков. То есть тут идет речь о пограничных с Польшей землях. Кстати, известно упоминание в летописях о польских князях, которые после похода в Галичину и Волынь, например, возвращались в свою Украину. То есть они возвращались в свою Украину. Какую еще в Польше Украину? А какую? В собственное княжество. Что означало слово Украина? Для поляков мы уже узнали ранее. От самих же поляков повторяться не будем. В России распространена идея и агрессивно насаживалась эта идея о том, что слово Украина происходит, мол, от слова окраина. На самом деле, меня удивило то, что он сказал, что якобы в России агрессивно насаживалась идея, как он выразился, что слово Украина означало «приграничные земли». Исходя из фактов, которые уже были в этом виде. Так считала почти вся Европа. И в таком случае может возникнуть вопрос, а при чем тут Россия? И при чем тут агрессия? Например, знаменитый украинский историк, по которому даже учится в украинских школах, Михаил Грушевский тоже считал, что слово «Украина» означало «приграничные территории Руси». Видимо, он тоже агрессивно насаживал это самим же украинцам. И точно так же считали украинские, я это подчеркиваю, именно украинские историки, такие как Иван Агиенко, Петр и Алексей Толочка, Наталья Яковенко, Сергей Плохий, Амельян Прицак, Ярослав Дашкевич. И что же получается? Все они агрессивно насаживают эту идею. А ведь это все украинские историки. Причем некоторые из них – признанные профессоры Гарвардского университета. А я опять повторю вопрос. Так при чем тут Россия? И ее якобы агрессивно насаженная идея. А давайте взглянем на Википедии европейских стран. Интересно как там сейчас описывается слово «Украина». Википедию России мы трогать не будем. А все тексты я заранее перевел на русский язык через гугл-переводчик. Вы же сможете проверить достоверность по ссылкам, которые будут под видео. Начнем с соседей. Это польское. И в описании мы видим, что изначально слово «Украина» означало «приграничные территории». Теперь Словения. И видим то же самое. Следующая Германия. По сути все то же самое. Тут даже добавлено, то что Украиной, как пограничной землей, признавал их же историк Михаил Грушевский. Следующая Турция. И видим запись. Украиной обозначались пограничные земли, на старославянском языке. Теперь Хорватия. Тут же видим то же самое. Слово «Украина» – это край или граница. Есть даже Азербайджан. Тут видим запись о пограничной стране. Следующая итальянская Википедия. И читаем. Слово «Украина» происходит от древнеславянского слова «окраина» и означает пределы, край или границу. Теперь Чехия. И тут мы видим, что украинами обозначали приграничные земли, Руси. Википедия Британии. Говорит все то же самое. Ну и самое главное – изюминка. Википедия самой Украины. Написанная украинцами. Тут я даже не перевожу на русский. И так все понятно. Тут мы видим текст из Евангелия 16 века. Кстати, тоже написанная украинцами. Хотя, они тогда назывались русскими. Но не в этом суть. Там слово «Украина» очень часто встречается. И посмотрите, как сами украинцы перевели это слово. И это слово переводится, как «мэжа». Что означает граница, край или пределы. А я надеюсь, вы заметили, что я ни разу не использовал источники из России. И тут же, я снова задам тот же вопрос. Причем тут, якобы агрессивное насаживание России, о значении слова «Украина». Причем тут вообще Россия. В России просто не спорят с общеисторическими фактами. А теперь внимание. Я впервые за все время этого видео воспользуюсь задокументированным источником из России, а точнее из Российской империи. Дело в том, что на Украине любят обвинять русских. Мол русские не понимают правильно славянские языки. Мол русские не понимают, что в некоторых славянских языках слово крайно переводится как «страна». Хотя в таком случае, получается, что и поляки, и чехи, и славяны, и хорваты, тоже не понимают славянские языки, хоть это и смешно звучит. Но по сведомой логике, получается именно так. Хочу напомнить, что по сути, исходя из этого, идут все подобные фальсификации. Вы видите словарь, древнеславянских языков, выпущенный в 1899 году. Давайте же заглянем в него. И там мы прекрасно видим, что слово крайно, действительно можно перевести как «страна» или «земля». То есть, даже в то далекое время, это в России, знали. Но в этом словаре, есть еще одно слово. И это слово в современном переводе читается, как «Украина». И тут мы четко видим, что слово «Украина» означало пределы, окраины или границы. То есть, это абсолютно два разных слова. И вот на этом, и строятся все фальсификации. А в словарях, никогда не повторяются, одни и те же слова, дважды. С таким же успехом, я мог бы сфальсифицировать, и слово окраина. Я мог бы сказать, если там разница в одну букву, то это значит, что слово окраина, равно слово крайно. По сути, та же бредовая логика. Более того, что интересно для меня, это то, что слово окраина, окраина, в летописях не существует. То есть, нету такого церковно-славянского слова. То есть, в летописи нету слова окраина. Всегда говорится предел, предел. И это абсолютно верно. По сути, он сам же раскрыл свою фальсификацию. Ведь если бы там было слово окраина, то можно было бы с уверенностью заявить, раз это слово есть, наряду со словом Украина, то значит, это разные слова. И с разным смыслом. Ну, например. Как эта запись, из псковской летописи, где рядом можно увидеть, и слово Украина, и слово страна, и слово земля. Тут нетрудно понять, что все эти слова, разные, и с разным смыслом. Кстати, и слово предел, в ипатьевской летописи, я не встречал. Хотя и пытался его найти. Но давайте подумаем логически. Если не было слова окраина, означает ли это, то что для людей того времени, просто не существовало, такого понятия, как окраинные земли, ну или окраины чего-либо. Конечно же нет. Это просто означает, что это слово, просто немного по-другому записывалось, и говорилось. Ну а как оно записывалось, думаю всем понятно. Впрочем и многие другие слова, записывались по-другому. С годами, звучание многих слов менялось, это свойственно, для любого языка мира. Ну и вот еще до кучи. Слова ретимологического, украинского языка. Выпущенный в 2012 году. Видимо в то время, с адекватностью на Украине, было еще не все так плохо, как в наши дни. Я даже не знаю, какие еще им нужны доказательства. Если даже источники Европы, и их собственные историки, говорят об этих очевидных фактах. Хотел я сделать это видео, значительно короче, но к сожалению, не получилось. И на этом все. Все ссылки, на все источники, будут внизу под видео. Всем спасибо, всем пока.